приветствую братья и сестры всем добрый вечер я буду говорить на очень простенькую тему тема простая часто они часто говорят но считаю ее фундаментальной о ней надо говорить и никогда наверное не будет мало я буду говорить о покаянии причем не просто покаяние вообще а действенном покаянии потому что очень часто раздаются покаяния в жизни человека но его жизнь никак не меняется вот и есть слезы вот на собраниях капают на пол принципе ничего у человека не изменилось в жизни поэтому я буду говорить именно о действенном покаянии о том покаянии которое меняет жизнь меняет вечность меняет курс буду говорить о евангельском покаянии о принципах евангельского покаяния о характеристиках его вот и я прочитаю в начале известный текст деяния 17 глава 31 это речь павла в ариапаге и так оставляя времена неведения бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться менее двух лет назад один человек сказал едет группа в европу по следам апостола павла так называется путешествие и я хочу чтобы ты поехал я оплачу твои расходы но даже не ради тебя а ради служения чтобы как можно больше ты исследовал эти вопросы маршрут павла изучал жизнь павла и потом это все чтобы это было достоянием церквей где ты проповедуешь поэтому конечно эта поездка очень много дала я обогатился в плане вот кругозора увидеть на местности для меня это очень было интересной важная поездка и мы находились как раз на этом ариапаге где апостол павел произнес свою бессмертную речь перед греческими философами вот они захотели его послушать величественный вид открывается на афины с этого места ариапаг вот и там апостол павел сказал удивительную речь часто приводят тексты из этой речи и и ее следует скрупулезно изучать кстати прямо перед возвышением по лестнице чтобы взойти на ариапаг на ариапаг и разными на разных языках текст проповеди апостола павла на греческом на английском мы когда взошли на него брат вениамин взял писание и прочитал эту проповедь апостола павла мы словно погрузились перенеслись в те обстоятельства того времени так бог не просто предлагает он повелевает покаяться греки придерживались точки зрения что у человека должно меняться мнение он должен все таки как-то развиваться расти менять свое свое понятие в лучшую сторону и павел разговаривал с ними на понятном языке и он говорит оставляя времена неведения потому что до этого вы так учили и вы так учите что божество нужно как-то вот искать в идолопоклонстве в темноте на ощупь вот оставляя все эти времена неведения наконец поймите что божество оно не подобно камню или дереву поймите же что есть бог сущий на весах сотворивший вселенную мы им живем движемся существуем оставляйте вы это все свое язычество и долопоклонство начните же вы наконец правильно бога понимать и этот бог повелевает всем повсюду и в том числе вам умным грекам он повелевает покаяться только так вы можете изменить свою жизнь только так получить спасение вот такой принцип очень ярко сравнил томас ватсон положение грешника который остался за пределами едемского сада и он говорит так когда апостол павел потерпел кораблекрушения со своими спутниками возле острова мелит тоже там довелось находиться и окна нашей гостиницы как раз выходили на ту бухту где предположительно спасались все эти пассажиры и плыли на обломках корабля вот и ватсон говорит человек потерпел крушение в едемском саду и как те спутники павла спасались на обломках корабля так и бог оставил нам этот обломок испорченной пораженной грехом жизни чтобы доплыть до берегов рая и этим этой спасательной доской этим обломком является покаяние вот так он красиво выразил эту идею один из отцов церкви тертулян сказал мы рождены для покаяния настолько высоко христианство первых веков высоко отзывалось о доктрине покаяния мы рождены для покаяния есть такая притча называется слезинка грешника о том как бог дал задание ангелам принести что-то самое ценное земли вот и в назначенный час они все должны были предстать и каждый ангел что-то ценное там принес земли и вот ангел запоздал и его уже все ждали последний должен был и он принес и это все помещалось у него в руке и все думаю что там что он принес он открывает это слезинка грешника слезинка кающегося грешника и бог оценил что это очень важное то что ты принес земли конечно это притча эта сказка тем не менее она отражает насколько бог ценит слезу грешника тот же томас ватсон сказал что в солевом растворе слез погибает червь нашей греховности когда мы действительно оплакиваем нашу греховность для бога так ценно покаяние человека что он ради слезинки грешника задействует огромные силы он даже природу приводит в движение чтобы подчинить этой цели чтобы грешник покаялся книга пророка ионы как много бог сделал для того чтобы не невя сокрушилась даже отменил приговор ион 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 луки 16 луки 16 он же сказал богач авраму нет очи аврами но если кто из мертвых придет к ним покаются он говорит ответ находится в тексте богач понял что он находится в аду даже не за то что лазаря не накормил а за то что не покаялся понятно что человек будет в вечности за свои преступления за свои грехи но эта проблема решаема пока он на земле и богач четко понял что эта проблема могла решиться если бы покаялся и обратите внимание что выше он говорит в двадцать седьмом тексте тогда сказал он так прошу тебя отче пошли его в дом отца моего то есть лазаря ибо у меня пять братьев пусть он засвидетельствует им чтобы и они не пришли в это место мучения то есть от лазаря требовалось по мнению богача засвидетельствовать о вечности и тогда его братья не попадут в ад но не просто через свидетельство лазаря а им что-то нужно сделать чтобы не попасть в ад и вот ответ он это же все его одна как бы философия его идеология чтобы не попасть в ад нужно покаяться правильно считает но поздно правильно но поздно в аду он понял почему он здесь и что нужно было сделать чтобы сюда не попасть покаяться ответ в тексте я согласен со служителем что ответ в тексте богач это понял многие люди на земле этого не понимают чтобы не попасть туда нужно покаяться покаяние доктрина покаяния настолько важная что с нее начинается в общем-то призыв новозаветнее марк 1 15 покайтесь и веруйте в евангелие покайтесь ибо приблизилось царство небесное говорит иоанн креститель покайтесь ибо приблизилось царство небесное говорит иисус христос то есть с этого началась начиналась новозаветняя проповедь интересы царства небесного продвигались через призыв к покаянию вот что нужно было сделать современником иоанна крестителя иисуса христа вообще догматика евреев была такой они считали что достаточно родиться в еврейской семье и не отвергать божьего закона для того чтобы спастись вот их была догматика они свято в нее верили а если кто-то хочет примкнуть к евреям к евреям из язычников они должны были пройти процедуру обрезания и крещения погружение полным погружением они должны были пройти эти две процедуры и когда язычник погружался полностью в данном случае это воды иордана то таким образом он переходил и сопричислялся к еврейскому народу празелит становился празелитом вот и он тоже мог рассчитывать на загробное воздаяние положительно вот и интересно что что иоанн креститель призывая своих соплеменников своих же свой народ евреев к покаянию он крестил евреев и по сути это было большущим ударом по сердцевине веры евреев потому что еврея крестить не нужно было это язычника нужно было крестить сопричислить к семье избранных привить его таким образом а то что еврей должен был креститься таким образом как бы иоанн креститель своей проповедью и своим служением еврейский народ ставил на один уровень погибших язычников это было в общем то в догматике еврейской это было какой-то сенсацией то что делает иоанн но многие считали его пророком и понимали что то что он говорит все таки надо делать и кто поверил те шли крестились каялись некоторые же правда делали это формально ради того что просто соблюсти какой-то ритуал такими были фарисеи и когда иоанн креститель увидел издалека их то он сразу ну как то было ему открыто он понял зачем они идут они идут не каяться они идут соблюсти ритуал чтобы как то перед народом выглядеть нормально вот и он очень жестко их обличает порождение ехиднины кто внушил вам бежать от будущего гнева казалось бы иоанн наоборот они идут к тебе чтобы креститься чтобы избежать будущего гнева а он говорит кто внушил вам бежать от будущего гнева тем что вы идете ко мне креститься то есть он понимал что они идут на самом деле просто соблюсти процедуру но внутри переворота покаяния нет у них и называют их очень жестко порождение ехиднины раньше змеей обозваться было жестко но детенышем порождением змеиным отродием в других переводах это было еще жестче это было более такое гневное нарицание человека и он их так называет за что ведь они же к нему идут не для того чтобы его арестовывать или спорить с ним а для того чтобы креститься удивительно итак новый завет начинается с призыва к покаянию но и заканчивается новый завет призывом к покаянию каждой из семи церквей где есть что-то исправлять пяти церквам кроме смирной и филадельфии везде говорится покайся 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 единственный выход из твоей ситуации что тебе нужно сделать это покаяться братья сестры для покаяния нету формулы это не какие-то мистические слова которые ты повторяешь или заученные или с листочка и в этом заключается покаяние интересно что евангельские покаяния они даже не сопровождались словом прости грешница пришла чтобы омыть своими слезами ноги иисуса там не было слова прости мытарь бил себе в грудь и говорил будь милостив ко мне грешнику разбой разбойник признал что он за свои преступления висит на кресте распят и попросил иисуса вспомнить о нем когда иисус будет в раю очень много случаев когда человеку объявлялось христом спасение и эти люди не говорили слова прости то есть я хочу этим сказать что покаяние это не просто какое-то слово покаяние это не просто какая-то формула слов это что-то большее это перемена мышления метаноя мой дедушка рассказывал я еще был пацаном он такой случай из советского режима атеистического рассказывал как один сотрудник кгб был вызван начальством и ему молодому офицеру было дано задание внедриться в церковь чтобы ее разрушать и вот учит его старший по чину говорит для начала ты должен покаяться в смысле что это покаяться что такое покаяться и тогда этот офицер встает что постарше выходит из-за стола падает на колени и чуть ли не в слезах умоляет Бога простить его грехи встает и говорит понял как понимаете оказывается человек может даже изображать покаяние и делать это профессионально удивительно это страшные вещи у человека должна произойти перемена внутри некоторые люди не пережили ее и занимаются может быть даже церковной работой они стараются жить по-христиански но не пережили этого глубокого глубокой перемены мышления есть рассказ про одну христианскую семью где рос непутевый сын это семья фермера и вот однажды он плохо помогал отцу так себе не проявлял никакого участия особого интереса и он однажды сказал отец я ухожу из дома почему сынок ну потому что христос так учил идти нужно и проповедовать евангелие всякой твари отец говорит сынок ну там не написано чтобы всякая тварь шла и проповедовала евангелие нужно самому пережить покаяние прежде чем его проповедовать однажды я спросил одного пресвитера что ты думаешь по поводу о многих сегодняшних покаяниях на молодежных общениях и он с грустью привел один странный и интересный текст из Ветхого завета я назвал этот сюжет победа и арама и он рассказывает что он думает по поводу многих сегодняшних покаяний и арам это иудейский царь сын иософата в его дни это был нечестивый царь в его дни едом отложился от иудеи долгое время потомки исава находились под данью иудеи и они были зависимы у них не было своего царя но во дни и арама едом отложился от иудеи и тогда и арам собирает свое войско колесницы и в цаир чтобы сразиться с едомом который решил от него отложиться и вы знаете и арам победил однако едом все равно отложился и поставил над собой царя это было уже так сказать концом или окончанием вот этого вассального положения потомков исава перед потомками иакова во дни и арама кто-то скажет причем здесь эта история тот служитель подытожил это была победа но без всякого результата выйти на середину покаяться на молодежном общении или там в конце собрания это победа это действительно победа человек превозмог сколько всяких мыслей которые да не не выходи потом ты не готов давай не сейчас в общем то это победа выйти и покаяться но если ничего не поменялось в жизни это безрезультатная победа это победа и арама он победил но толку то с этой победы итак каковы же характеристики действенного покаяния настоящего евангельского чем сопровождается это евангельское покаяние я назову четыре распространенных признака что ли характеристики евангельского покаяния как его опознать первое на что я обратил внимание изучая все эти тексты где люди приходили грешники к иисусу и каялись глубокое сознание недостоинства стыда и заслуженного возмездия глубокое сознание своего недостоинства мытарь не смел поднять глаз к небу он считал себя даже недостойным смотреть на небо блудный сын идет к отцу и у него уже готово что сказать у него в сердце звучат слова отче согрешил я против неба пред тобою уже не достоин называться твоим сыном я не достоин когда есть это сознание своего недостоинства это правильное состояние кающегося грешника есть люди которые не очень сознают свое недостоинство или достоинство чего-то плохого некоторые себя почему многие грешники не хотят каяться потому что они считают а чё я в принципе даже не хуже вас живу многие даже из верующих поступают хуже чем я и они себя этим оправдывают они считают что они если они живут честно на свою зарплату если они следят за своей речью не матерятся если они почти не изменяют женам если они не пьянствуют то в принципе в чем им кается многие усвоили эту философию и они не хотят каяться они считают себя недостойными ада за что меня бросать в ад очень правильное состояние у грешника когда он сознает сокрушается сознает свое недостоинство спержен сейчас вспомнил мысль пришла когда был юным совсем как он как его угрызала совесть за его греховность он воспитывался в очень консервативной христианской семье дедушка служитель отец служитель мать молитвенница это человечек который был воспитан в самой духовной атмосфере и вот из его биографии вспомнился такой фрагмент когда он шел мимо лавки где продавались разные там ну канцелярия и он решил карандашик прикупить взять в долг взять в долг карандашик и у него был план что на рождество им подарят там несколько копеечек по нашему говорю и он отдаст этот долг потому что дело было перед рождеством и он взял в долг этот карандашик пришел домой и отец узнал о том что он этот карандаш взял в долг и спержен рассказывает как его отец вел по по улице как пойманного вора преступника он плакал и сокрушался как будто ограбил банк и там он принес свое покаяние в этой лавке что взял в долг так воспитывался спержен но в свои лет 16 он испытывал такие угрызления совести от своей порочности он это живописно так представил читателю говорит когда я посмотрел на склон синая то оттуда спускался моисей он держал в своих руках скрижали и казалось что каждая заповедь меня обвиняет перед лицом великого и святого бога он пронзил меня огненным взглядом я не знал куда деться так он описывает свое сокрушение и глубокое сознание греховности своей своего недостоинства быть рядом с творцом что удивляться что появилась такая жемчужина в человечестве как спержен есть рассказ про то как в одном городе сделали какой-то концерт организовали для детей инвалидов ну и все деток привезли все они уже там внутри здания и один мальчик сидит на ступеньках и плачет охранник подходит а ты что плачешь а у меня все в порядке понятно да идея многие окажутся вне потому что у них все в порядке конечно этот пример может не сильно удачный по своей ситуации хороший мальчик жалко мальчика что не попал но многие действительно не окажутся внутри не войдут потому что у них все в порядке только человек который считает что у него не все в порядке ему нужно приводить себя в порядок тот будет считать тот будет испытывать необходимость покаяния смотрите разбойник он не сказал слово прости висит на кресте и говорит своему подельнику мы достойное по делам нашим сделали как это было ценно услышать христу когда грешник говорит что мы достойно это была страшная смерть кто изучал исследовал что переживает распятый хуже не придумаешь это одна из самых страшных было казней в римское время и он говорит мы приняли достойное по делам нашим он понимает что он это заслужил хотя в этих обстоятельствах очень сложно там что-то понимать там просто больно дико больно и он считает себя достойным интересно что сотник у которого болел слуга в евангелии от луки указывается два раза что он ссылается на свое недостоинство я недостоин был сам прийти я недостоин чтобы ты пришел под кровь моего дома я недостоин он сказал два раза недостоин а о нем уже иудеи говорят он достоин сделай ему доброе дело часто бывает так что именно тот кто недостоин удостаивается так это и есть состояние правильное состояние грешника когда он осознает свое недостоинство ничего хорошего никаких милостей как сказал Иаков в 32 главе бытия недостоин я всех твоих милостей но именно такие и удостаиваются милости и благодать кстати знаете чем отличается милость и благодать в чем разница милость это когда бог тебе дает то что не дает тебе то что ты заслужил благодать когда он тебе дает то что ты не заслужил еще раз благодать это когда бог тебе дает то что ты не заслужил а милость это когда бог тебе не дает то что ты заслужил вот в чем разница благодать и милость Еще второе. Евангельское покаяние сопровождается спасительной верой. Покайтесь и веруйте Евангелие. Марк 1,15. Кстати, считают, что в этих словах содержится в миниатюре суть Евангелия от Марка. Призыв «покайтесь и веруйте в Евангелие». Вообще покаяние невозможно без веры. Настоящее евангельское. Нужно верить. Просто плакать. Просто сокрушаться и просто чувствовать недостоинство без веры в прощение невозможно покаяться с результатом. Победно. Когда товарищи принесли расслабленного, забрались на крышу, разобрали кровлю, спустили, то Христос увидел не пыль. Христос увидел не глину, которая осыпалась. Христос увидел не дырку. В крыше. Христос увидел веру, видя веру их. Он через дырку увидел веру. Возможно, многие увидели дырку, но Христа интересовала вера. Когда вера подключается к этой благодати, происходит чудо. Я часто детям своим на образах рассказываю. Дети, вот представьте себе какой-то кухонный прибор. Например, кофемолка новенькая. Вот она бесполезна до тех пор, пока не подключишь ее к розетке. Не подключишь, нажимай на кнопки, читай инструкцию. Это просто бесполезный мертвый предмет. Хотя и что-то он стоит. Вот так происходит и с человеческой душой. Вот он может быть очень хорошим, интеллигентным грешником. Фирменным. С хорошей родословной. Но если нету живой связи, нет подключения, не будет ничего. Не будет работать. И когда мы подключаемся к розетке, прибор я имею в виду, хотя мой сын пытался так подключиться к розетке, говорит, так волнуешься прям. Я волновался сильно, когда подключился к розетке. И когда мы подключаем прибор к розетке, мы не думаем о том, где там электростанция, что такое электрический ток. Как Христос говорит Никодиму, так бывает со всяким рожденным от духа. Не знаешь, откуда приходит, куда уходит, как эти все механизмы работают, что такое возрождение, что там происходит, какие-то великие таинственные события в твоей душе. Мы многого не знаем, что такое электрический ток, но мы знаем, что если подключиться, будет сила. То же самое и с грешником кающимся. Если у него нету веры, нет подключения. Есть вера, есть подключение. Жизнь есть. Механизмы начинают срабатывать. Грешница пришла в слезах. Кстати, часто в вере приходится преодолевать какое-то сопротивление. Настоящие веры. Мне, когда у меня нужно было покаяться, я осознал эту необходимость в 15 лет, мне было очень тяжело. Это был, наверное, самый сложный вечер в моей жизни, когда я просто метался, ходил из комнаты в комнату, чтобы совершить это покаяние. Грешница в слезах пришла к Иисусу. Она знала, что там ничего хорошего ее не ждет в плане окружения, в плане хозяев этого дома. Там ничего хорошего ее не ждало. И, конечно, ее осуждали, если бы он знал, кто к нему прикасается. Но она пришла. Она преодолела это сопротивление. Многие люди, которые шли к Иисусу, им нужно было преодолеть какое-то сопротивление общественного мнения. Нужно было через стереотипы, предрассудки. Женщина, которая страдала 12 лет, она не должна была появляться в обществе. Однако она сказала сама в себе, если прикоснусь к краю одежды, исцелюсь. И она пошла прикасаться. И вместо того, чтобы скрыть эту ситуацию, потому что она как бы невыгодна Иисусу, на самом деле он, наоборот, ее озвучивает и демонстрирует ее веру и говорит, дерзая червь, вера твоя спасла тебя. У Иаира идет ломка. Я же сейчас не могу его себе в дом пригласить, потому что он осквернился по нашим ритуальным законам. И у Иаира идет борьба. Пригласить Иисуса или соблюсти наши нормы. Но у него... Он хочет живую дочь. И от Иисуса зависит, будет она живая или нет. И в нем переборола жажда жизни дочери. В нем что-то преодолело. В Артемей. Его заглушают, а он кричит. И чем больше заглушают его, тем сильнее кричит, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Когда грешник вопиет ко Христу, он идет через сопротивление, как шел в Артемей. Третье. Обязательно... Настоящее покаяние обязательно предполагает перемену мышления. Мета-ноя. Мета-это изменение, перемена. Ноя-мысль. Возможно, вы задавались вопросом, почему Иуда раскаялся, а Бог его не простил. Ведь написано, что он раскаялся. Интересно, что в греческом тексте используется не слово метаноя, используется другое слово. Мета... Сложно выговорить. Мета-мелломе. Мета-мелломе. Вот так. С ударением. Мета-мелломе. Это перемена беспокойства, перемена забот. То есть, это чувственное какое-то переживание, и они сменились. То есть, используется другое слово, не метаноя. Мышление его не поменялось. У него изменились чувства. Перемена произошла в области его переживаний, его озабоченности, но не в плане мышления. Должна быть перемена. Иоанн Креститель говорит, обличает этих фарисеев, которые к нему идут, и говорит, сотворите достойный плод покаяния. Сотворите достойный плод покаяния. То есть, должен быть плод покаяния, а не просто прийти и ритуал формально выполнить. Грешницы, взятые в прелюбодеяние, Христос говорит, иди и впредь не греши. Не просто женщина, и я тебя не осуждаю. Все хорошо, все обошлось. Нет, иди и впредь не греши. Перемена должна произойти у того, кто повстречался с благодатью Христовой, со Христом. Как-то спержен спросил в одном доме у одной служанки молодой, скажи, дитя, вот ты говоришь, что ты покаялась, а как ты докажешь, что у тебя жизнь изменилась? А она говорит, не знаю, но вот раньше я мыла и убирала там, где видно, а теперь я убираюсь и там, где не видно. Вот как могла, так и объяснила перемены, которые произошли в ее жизни. Но это хорошее свидетельство. Это говорит о том, что у нее действительно произошла перемена, и она теперь ходит перед Богом и моет там, где никто не видит, во всех углах. Христос говорит Ефесской церкви, покайся и твори прежние дела. Не просто покайся, а еще и твори прежние дела. Покаяние предполагает перемену. Давид сокрушается о своих врагах, что нет в них перемены. Псалом 54, 20, нет в них перемены. Я когда-то пробовал каяться, у меня было пробное покаяние, это в 14 примерно лет. Я спросил у дедушки, как я должен покаяться. У меня какой-то был прилив чувств, он говорит, ну давай пройдем, вот, можешь повторять за мной. И когда я повторял за ним, я все равно чувствовал, что это не то. Это какое-то пробное покаяние, потому что моя жизнь не поменялась. Я иногда тем, кто принимает крещение, говорю, знаете, у вас не может быть пробных браков. Давай попробуем пожениться. Вот если парень сделает такое предложение девушке, давай попробуем пожениться. Не поняла. Либо у нас будет семья, либо нет. Как это, попробуем пожениться? Здесь нет таких понятий, как попробовать покаяться, попробовать принять крещение. Либо ты бесповоротно служишь Христу на все сто, отдавая свое сердце Ему, либо ты этого не делаешь. Тут никаких не может быть проб. Когда у меня подошел этот момент, я уже понимал, что все, я больше так не могу жить, я ужасный грешник, и мне нужно покаяние. И дедушка словно чувствовал мое состояние и говорит, не совершай больше своих молитв обычных. Ты уже все знаешь, и ты знаешь, что Бог от тебя ждет, какой молитвы. Я не смог выдержать этого ужаса, когда как будто у меня забрали последнее святое, что у меня было, это молитва. Во всем остальном грешен. Но иногда хоть я Господу там просил у Него хоть как-то по-детски прощения, а теперь дедушка говорит, нет, Бог от тебя ждет глубокой молитвы покаяния. И я через несколько дней совершил это покаяние. И последнее. Настоящее покаяние приносит радость. Я много видел таких людей, которые каются, каются и каются, а радости у них нет. Есть даже люди, которые часто выходят на покаяние, но почему-то жизнь у них проходит безрадостно. Когда эфиоплянин принял Евангелие и принял крещение, то он продолжил путь, радуясь. Человек, который по-настоящему кается и сокрушен перед Богом, он обязательно должен получить радость. Конечно, я говорю не просто об эмоциях, я говорю о плоде Духа. Вообще, эта радость, она передается с небес. Когда я каялся, вот в тот вечер, мои слезы лились даже не от того, что наконец-то это произошло, а мои слезы лились от сознания того, что небо пришло в движение, что ангелы сейчас радуются о кающемся грешнике. И эта радость ангельская, она как-то передавалась на мое сердце. И я тоже очень сильно радовался до слез. Я просто плакал и плакал и плакал от радости, сознавая, что все небо сейчас ликует о моем покаянии. То есть эта радость, она оттуда проистекает. Это не просто вот как бы разгрузился, ну наконец-то я покаялся. Она оттуда проистекает, эта радость, с небес. И Евангелие от Луки, 15 глава, об этом говорит неоднократно о радости после покаяния грешника. Смотрите, Закхей, когда пришел к нему Христос, Закхей от радости говорит, половину имения раздам. Кого обидел, вчетверо воздам. Он делает это не по принуждению. Это богатый юноша с печалью отошел, а Закхей на радостях. То есть если у человека произошла эта перемена мышления, он радуется. Он даже не боится потерь, связанных с христианством. Я помню одного брата, который часто выходил на покаяние, на молодежных общениях. И мы ехали с одним братом, служителем, пресвитером. И я еще юный, совсем говорю, мне нравится этот брат, он постоянно выходит каяться. А этот служитель так с грустью говорит, ты думаешь это нормально? Я говорю, как? Конечно нормально, то, что он выходит на покаяние. Говорит, а ты знаешь его жизнь? Ты его представляешь в жизни? Это несчастный человек. Он не радуется. Он когда кается, у него нету радости после покаяния. Он просто кается, кается, кается и кается. У него нет веры в прощение. У него нет перемен, у него нету радости. И здесь что-то не то. Поэтому, друзья, если мы каемся, мы рассчитываем на Божью благодать. И когда мы верим, что она покрывает наши грехи, нашу греховность, то, конечно, это будет нас радовать. Мы будем просто счастливы от того, что Бог нас простил. И я заканчиваю вот чем. Кстати, о радости. Давид кается в 50-м псалме, написано о его покаянии. И он говорит, возврати мне радость спасения. Не просто прости, а еще и радость мне возврати, радость спасения. То есть покаяние должно сопровождаться радостью. И такая мысль в заключении, что вообще не покаяние нас спасает. Потому что покаяние – это наша реакция на Божье предложение. Мы спасаемся не своими словами, а Божьим словом. Корнилию было сказано, призови Петра, он там-то, там-то. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и дом твой. Он скажет слова, которыми ты спасешься. Не своими словами ты спасешься, отреагировав на его слова, а то, что он скажет, ими спасешься. То есть источник нашего спасения не в наших словах. Наши слова или наше покаяние – это лишь реакция на то, что Бог нам предлагает. Чтобы мы просто это имели в виду, что не в нас источник спасения. Покаяние – это самая правильная реакция на Божий призыв. Как навести порядок, как урегулировать вопрос спасения. Итак, хочется всем пожелать нам вот этой фундаментальной доктрины, чтобы она имела глубокий смысл в нашей жизни. Чтобы для нас покаяние не было похоже на вечерний душ. Где-то я что-то вот у меня не так, раз, помылся человек и все, и снова грешит. Вот, или там свечку поставил, да, и снова грешит. Чтобы покаяние, оно обязательно сопровождалось глубоким сознанием своей греховности и недостоинства. И достоинства только наказания. Второе. Покаяние евангельское, оно везде сопровождается спасительной верой. Это не просто порыв чувств. Здесь обязательно должна присутствовать вера. Третье. Покаяние обязательно предполагает перемену мышления. Что-то должно измениться после твоего покаяния в твоей жизни. И четвертое. Покаяние приносит радость. Мы должны радоваться, когда покаялись. Пусть Бог благословит нас правильно понимать доктрину покаяния, и чтобы мы были ревностными и умели каяться. Аминь. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok